МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание автомобилистов! С сегодняшнего дня в нашем большом городе начала действовать новая схема дорожного движения по улице Дальней на участке от Дзержинского до шоссе Нефтяников. Если раньше по улице Дальней в сторону шоссе Нефтяников транспорт ходил по двум полосам в одну сторону, то отныне там движение двустороннее. Две полосы предназначены для проезда автомобилей в двух направлениях. Как прокомментировали в городском департаменте строительства, изменение схемы дорожного движения проведено после исследования транспортных потоков для улучшения условий движения транспорта и доступности транспортного сообщения в районе улицы Дзержинского. Краснодар возглавил список кубанских городов, которые могут сегодня похвалиться количеством работающих граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья. В этом году на учет в городской центр занятости поступили и уже трудоустроились 87 инвалидов. А это примерно треть от общего количества обратившихся в первом полугодии 2014-го в центры занятости края. Эти данные были озвучены на заседании Краевой трехсторонней комиссии. Ежеквартально представители комиссии обсуждают вопросы социально-трудовых отношений. По словам руководителя Департамента труда и занятости населения Края Игоря Милких, в текущем году утвержден перечень более чем трех тысяч организаций, где предоставят еще 26 тысяч рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В 2014 году показатель трудоустройства инвалидов отмечается на уровне прошлого года. Низкую долю трудоустроенных инвалидов мы отмечаем в Крыловском, Абинском, Северском, Успенских районах. Основная причина – небольшое количество вакансий, которые заявляют работодатели именно для этой категории. На комиссии также рассмотрели вопрос о трудоустройстве школьников. И здесь наш большой город тоже является лидером. 3329 подростков получили сезонную работу на лето. По статистике, на одного работающего школьника из муниципального бюджета Краснодара выделяется чуть меньше 500 рублей. Однако этому денежному регламенту соответствуют далеко не все муниципалитеты. Оплата труда несовершеннолетнего должна проходить в срок и в полном объеме, ответили на совещании. Это формирует трудовую культуру и ответственность у подростков. Но платить зарплату не только школьникам, а и штатным сотрудникам бюджетных организаций некоторым муниципалитетам оказывается не под силу. Еще один рассмотренный на комиссии вопрос – задолженности по заработным платам и пенсиям. В числе злостных должников сегодня Ейск, Горячий ключ и Калининский район. Одним очень тяжело, поэтому проблемы социальные, понятно, они возлагаются на вас. Подключайте к этому профсоюзы, подключайте к этому работодателей, для того, чтобы всем миром нам работать. Так как вот в Ейском районе я сама там была тоже на заседании трехсторонней комиссии, надо нам практиковать. Выезжать тоже для того, чтобы видеть, как работают трехсторонние комиссии. И для того, чтобы эти проблемы нам разрешать и двигаться положительно вперед. Изумрудную свадьбу 55 лет супружеской жизни отпраздновала краснодарская пара Фисенко. Супруги Михаил и Людмила поставили свои подписи в книге регистрации бракосочетания, обменялись символичными изумрудными кольцами под звуки свадебного марша. Изумрудных юбиляров поздравили дети, внуки и специалисты отдела ЗАГС по Карасунскому округу Краснодара. Вместе с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни звучали слова восхищения умением супругов Фисенко столько лет жить дружно под одной крышей. У меня на этом все, а выпуск продолжит курс валют на завтра. Подробности на сайте iKeep.ru